Смерть Сталина, осуждение культа личности. Вот эти два события стали для вас поворотными? Да. Плюс Венгерская революция. Компания. 56-й год. Да. Вот Венгерская революция, все. После этого мы были готовы на восстание, на что угодно. Слушайте, ну вокруг комсомольцы и коммунисты. Вокруг крепкая, мощная пропаганда. Самая лучшая страна в мире, страна победившего социализма. Все хорошо, все лучше и лучше. Человек уже в космос полетел, и это наш советский человек. И целина дает урожай, и все хорошо. И вдруг вы? Вы были белые вороны или таких было много? Понимаете, по настроениям, по пониманию ситуации таких было очень много. Гораздо больше, чем думают. Я думаю, гораздо больше половины. Но просто люди предпочитали об этом не говорить, понимая, каковы последствия. Знаете, у всех свой выбор. Скажем, человек музыкант, он хочет стать выдающимся музыкантом. Он не хочет рисковать этим богом. Своей единственной жизнью. Да, талантом, своей единственной жизнью. Ради того, чтобы сказать то, что и так все знают. Просто вслух не говорят. Вы понимали, что выступая против советского режима, советского строя, вы рискуете? Вы понимали, что вы можете потерять и свободу, и жизнь? Конечно, конечно, это был наш выбор. Для меня это было совершенно очевидно. Более того, мы немножечко как бы сгущали краски, не зная реальности до конца. Я, например, когда первый раз попал на Лубянку, я был уверен, что меня будут пытать. Они меня не пытали. А как вы попали, и за что первый раз на Лубянку? Первый раз я попал, мне было сколько? Девятнадцать. Официальное обвинение было в владении запрещенной книгой. Литературой. Да, да. Но они уже давно следили. Это длинная история вы читали в книге. Сердечко из груди выскакивало, когда вас привели на Лубянку? Нет. Нет? Нет. Я как бы... У меня вдруг возникло ощущение, что здесь мне не надо быть, на самом деле. Тут мне и место, да. Вот. Вызвал. И да, я тоже дал, что будут пытать, а они не пытают. Какой это год? Это 63-й год. Я, значит, там просидел на Лубянке где-то месяца два, наверное. Тогда еще Лубянка работала. Потом они ее закрыли. Внутренняя тюрьма. И все вертухаи были еще сталинские, все порядки были сталинские. Единственное, что уже не били, не пытали и не запрашивали ночью. Потому что при Сталинике же был этот конвейер. Вот теперь. Да. А менты были все те же самые. И порядки. Вот. Нет, у меня... Я только вот внутренне готовился. И мне было, конечно, ну, молодой пацан, мне интересно было. Выдержи, а не выдерживай. Вот. Вызов такой, да. А они не пытают. О, трусы. А, так вы еще и не пытаете. Да, трусы. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха.